Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке литературы мы с вами познакомимся с произведением русского писателя Владимира Федоровича Тендрякова «Хлеб для собаки». На уроке вы познакомитесь с сюжетом произведения, узнаете, какие проблемы поднимает автор. Вы научитесь составлять сложный план. Но прежде чем мы перейдем к изучению новой темы, я хочу вас вернуть в прошлый урок. А на прошлом уроке мы составляли с вами синквейны главным героем произведения. И дома вы должны были самостоятельно составить синквейн к слову «бабочка». Я знаю, что вы это выполнили задание. Проверим, как могло у вас получиться. Бабочка. Красивая, хрупкая. Летает, украшает, спасает. Символ воскресения и возрождения. Красота спасет мир. Перейдем к изучению новой темы. Познакомимся с биографией писателя. Перелистаем несколько страниц биографии писателя. Владимир Тендряков родился 5 декабря 1923 года в деревне Макаровское Верховарского района Вологодской области в семье сельского служащего. Не так уж много времени в своей жизни Тендряков провел в родном краю. Но с какой любовью и теплотой он вспоминал о той поре. Я постоянно слышал, что есть на земле место, которое называется моя родина. Помнить ее я не мог. Меня увезли оттуда в пеленках. О ней рассказывали вместе со сказками, перед сном. В конце концов, деревня Макаровская сама превратилась в сказку. Нечто смутное и прекрасное. Школьные учителя отмечали несомненное художественное дарование мальчика и прочили ему славу художника. Увлечение литературным творчеством началось еще в Подосиновской школе, ныне это Кировская область, под руководством учителя литературы Аркадия Филева. В одном из писем к своему учителю Тендряков шутливо отметил «Ты в том повинен, что убил во мне художника, заразив литературой». Любовь к литературе и живописи жила в сердце Владимира. Он всерьез мечтал стать художником, но 17-летним юношей Владимир, окончивший среднюю школу накануне войны, стал защитником Отечества. Повествование в произведении начинается с главного события, которое было тогда в стране. Голод, коллективизация, раскулачивание. Автор не только повествует об этом событии участником и свидетелем, которого он был. Он также говорит нам о том, что мы должны задуматься о судьбах Родины. Обратимся к словам, которые вам встретятся в произведении. Куркуль – крестьянин кулак. Человек-студень – толстый человек. Бунтарь – устаревшее слово, подстрекатель или участник бунта. Пахоруки – косолапый, неловкий руками, либо больной или слабый руками человек. Шматочек – украинское слово, кусочек. Паек – продовольствие, выдаваемое по определенной норме на определенный срок. Болезнь водянка – скопление жидкости в полостях, тканях, органах, суставах и оболочках организма человека. Доходяга – изможденный, обессилевший человек или животное. Буржуй – устаревшее слово, ироничное, крупный промышленник. А теперь поговорим о сюжете произведения. События происходят летом 1933 года, когда в небольших поселках стали появляться те, кого уже не считали людьми. Большей частью это были раскулаченные мужики из Патулы, Воронежа, Курска, Орла со всей Украины. Автор нам рассказывает о людях, которые выпали из числа людей. От страшного голода одни из них походили на скелеты с огромными, кротко горящими глазами. Другие, наоборот, туго раздуты, вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа. Телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти. Брошенные на произвол судьбы, они тихо умирали в небольшом скверике на глазах у жителей поселка. Милиционер Ваня Душной следил за тем, чтобы они не расползались из скверика ни на перрон, ни на пути. Худых, истощенных людей в поселке звали шкелетниками, больных водянкой, слонами. Все это происходит на глазах у детей, и главный герой произведения Володя видел, как в скверике умирали люди. Вскоре я увидел истощенных людей с громадными, кротко-печальными глазами восточных красавиц и больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновими ногами. Увиденные картины лишали Володю аппетита, и он стал плохо есть. Под горло подкатывала тошнота. Мальчику было жаль людей, вынужденных есть кору с деревьев. Я садился за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины, направленные вдаль. Тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору. Клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена. И под горло подкатывала тошнота. И мальчик решил, что он должен помочь этим людям. Он решил воровать ту еду дома, которую сам не доедал. Я сыт, очень сыт, до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Думал главный герой произведения. Вскоре Володя попал в полную осаду. Возле его дома, узнав о его доброте, стали скапливаться шкелетники и слоны. Они надеялись, что он даст им немножечко хлеба. Отец Володи сказал, что у страны не хватит на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь. И от злости Володя прогоняет их. Его грызет совесть. Он понимает, что сделал неправильно. Но советы отца были важны. Однажды Володя заметил плешивую собаку и понял, что он нашел то несчастное существо, которое будет кормить. Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто-желтые глаза. Ненормально взлохмаченная на боках, на спине серыми клоками шерсть. Володя пытался дать ей хлеб, но она не брала из рук человека. Тогда он бросил ей на пол. Но собака не подходила. Володя понял, что и собака была лишена доверия. В рассказе автор поднимает очень важные проблемы. Бесчеловечность, совесть, милосердие, цена жизни, голод, равнодушие и отзывчивость, искупление, нарушение моральных законов. Для него было очень важно раскрыть такие темы, как голод, нравственная проблема, бесчеловечное отношение к ссыльным, изображение жизни людей в определенную эпоху, влияние общественных проблем на психику ребенка. В рассказе «Хлеб для собаки» Тендриков размышляет о времени, человеке и нравственности. Он размышляет о главном нравственном законе, и закон этот – совесть. Что есть такое совесть? Давайте составим с вами кластер. Совесть – это чувства, побуждающие к истине и добру. Совесть – это умение не идти на компромисс с самим собой в выборе между добрым и злым. Совесть – это умение осознать, что ты поступил плохо. Совесть – это качество души каждого человека. Совесть – это чувство, которое контролирует отношения между людьми. У главного героя рассказа Володи Тинькова совесть является мощнейшим стимулом к действию. Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден думать больше о себе, о добывании для себя хлеба насущного. Само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Я сыт, я очень сыт до отвала. И он говорит о том, что спас бы пятерых, а съел их жизнь. Также ребенок понимает, что совесть продолжала в нем воспаляться, но она была не опасна для жизни. Именно поэтому он говорит о себе, что моя совесть продолжала воспаляться, но не опасна для жизни. Теперь, ребята, составим с вами сложный план. И по этому плану вы можете восстановить все события рассказа. Первый пункт плана – ужасы березового скверика. Детское любопытство. Первое – потрясение. Второй пункт плана – случай с бутербродами в школе. Голодные одноклассники, хлеб на полу. Третий – шкелетники и слоны. Враги куркули. Разговор ссыльного и секретаря райкома. Четвертый пункт плана – рука помощи. У страны не хватает на всех. Утренняя телега – знамение времени. Уходите. И последний пункт плана – излечение от мальчишеской жалости. Самое несчастное существо на свете – кусок хлеба для своей совести. По этому плану вы сможете пересказать произведение своим родителям. На следующем уроке мы с вами продолжим знакомиться с этим произведением, и вы узнаете больше о главном герое. А сейчас подведем итоги. Автор говорит о том, что неокрепшая личность маленького мальчика на глазах всех читателей взрослеет, потому что он понимает, что самое главное – это нравственные законы, законы совести. На этом, ребята, наш урок окончен. Я жду вас на следующем уроке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok